ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об этом поединке поговорим буквально через пару минут. В середине недели наша программа побывала в расположении Нижегородского клуба на одной из тренировок. Серьезных травм и потерь у Волжан, к счастью, нет. Идет рабочий процесс, как всегда, с очень хорошим боевым настроением. Особое внимание мы решили на этот раз уделить опытному футболисту, который очень хорошо знаком российским болельщикам. За свою карьеру он поиграл и в Волгоградском Ротаре, и в Московском ЦСКА, и в Саранской Мордовии. Как вы, наверное, уже догадались, Евгений Алдонин в нашей сегодняшней программе выступит в качестве эксперта по некоторым вопросам. Ну и первый вопрос про нынешний состав Волги, про игру нижегородцев в элите страны. По разному матчу складываются. С тем же самым каром я считаю, что мы не заслуживали поражения. Но эти два пенальти, конечно, просто немного игру перевернули. Ну и мне кажется, что все равно команда на правильном пути. Все-таки тренерский штаб ищет какие-то вариации в атаке и так далее. То есть, конечно, надо забивать голы, тогда будем выигрывать. Поэтому думаю, что надо стараться работать в тренировочном процессе, конечно, максимально. И тогда результат придет. Сейчас подобрался коллектив, который играет, наверное, какой-то интересный старается в футбол, в умный. И тренерский штаб, в принципе, прививает, что не бей вперед, игра придет, а именно развивать атаки через пас, через какие-то креативные ходы впереди. Постоянно искать предложения, острые и так далее. То есть, быстро двигать мяч, поэтому и команда, наверное, играет в такой достаточно симпатичный футбол. Работа над ошибками у белосиних, как мне кажется, после матча с самарскими крылышками появилась. Вторая часть Волжского дерби выдалась голевой и по традиции напряженной. Все подробности в нашем репортаже. Самарско-Нижегородская дуэль «Коряка» отжинжал с первых минут матча отошла на второй план. Стадион «Металлург» буквально взорвался овациями на десятой минуте встречи. Удар гора пришел со футболистов и рикошетом мяч отлетел к Александру Павленко. Опасность от своих ворот нижегородский кипер отвел, но, как оказалось, лишь на какую-то долю секунды. Ни Ковальчик, ни Родич не навязали борьбу Кабайера. Свой характер нижегородцы проявили спустя 19 минут. Любимец самарской публики капитан «Волги» Андрей Коряка вывел на ударную позицию Бибилова. Шата доверий КП оправдал. 1-1. Во втором тайме случилось дежавю. Ровно 10 минут прошло после стартового свистка, как судья снова зафиксировал взятие ворот нижегородцев. Отжинжал отправил мяч в штрафную парейка. Драгун хитро пропустил мяч. Ковальчик на вынос сыграть не сумел. И Павленко на этот раз уже сам поразил ворота «Волги». И даже после пропущенного гола история повторилась. А самое главное, Калитвинцеву не подвело тренерское чутье. Вышедший вместо Мулумба Даниленко забил свой второй гол за белосиних. И снова не без помощи Андрея Коряки. Андрей Коряк получил в центре мяча, отдал очень хорошую передачу вперед, за спину. Разрез такой проникающий. И оставалось удачно пробить, что, собственно, получилось сделать. В концовке встречи судья не засчитал забитый гол ворота крылышек. Была еще перекладина, в которую угодили хозяева. После же финального свистка на табло была зафиксирована ничья 2-2. Не очень организованно и, наверное, не очень внимательно сыграли в обороне в некоторых эпизодах. В принципе, я думаю, что владели преимуществом по ходу первого тайма. И так же во втором тайме. Просто именно какими-то отрывками какие-то эпизоды выключались. И Самара именно в эти моменты проводила очень опасные консер-атаки. Было тяжело. Игра была сложная. Проигрывали. Команда отдала много сил. Два раза отыгралась. Проявила характер. И я думаю, что заслужила ничью. В этом году по системе гол плюс пас очень неплохо. Сегодня, в частности, две передачи. А что приятнее вообще для вас самому забить или отдать хороший пас, с которым сбежается гол? Да не важно. Приятно выигрывать. А это уже не важно. Сегодня кто был ближе к победе? Наверное, никто. Сегодня обе команды заслуживали победы. Но в итоге получилась боевая ничья. Накануне матча основных команд молодежные составы самарцев и нижегородцев тоже выявляли сильнейшего. Крылышки опережали Волжан на три очка и являлись одним из лидеров молодежного первенства России. Владимир Зиновьев, главный тренер дубля Волги, в этом матче мог рассчитывать на Артура Нигматулина, Дмитрия Полянина, а также на Матя Дворниковича. Именно нижегородский хорват и открыл счет в этом волжском дерби. Произошло это на седьмой минуте первого тайма. Не обошлось. В эпизоде без ошибки в центре поля оплошностью самарцев белосиния с радостью воспользовались и Матя в своем стиле ворвался в штрафную, где очень легко перехитрил вратаря. На финте поймал, с правой убрался, пробил в ближний угол. Вратар просто остался на свои правые ноги, не успел никак среагировать. Не прошло и пяти минут, как мяч оказался в воротах гостей. Крылышки включили свои скорости и убежали в контратаку, остановить которую смог только Нигматуллин, причем ценой желтой карточки и пенальти. Махмудов с 11-метровой отметки был точен и развел нашего кипера и мяч по разным углам. Удачная, думаю, что удачная получилась игра от обороны. Где-то чуть послабее были в серединке. Не все получилось так, как бы хотелось. То, что касается контроля мяча, развития атакующих действий. А так от обороны, на мой взгляд, мы, конечно, еще посмотрим запись, но моментов у Самара не было вообще для взятия ворот, не считая эту пенальти. Тяжело, конечно, тем более холодно, ветер дует. Поле не очень хорошее. Поле, да, поле не очень хорошее, но ничего, это ничья. По-моему, это я надеялся, что ребята тоже устраивают ничья. Да, конечно, команда сильная была. Все, команда, да, сегодня хорошо сыграла и ничего, молодцы это, с Иредом, который сыграл. Да, достаточно тяжелое поле, во-первых, надо сказать, естественно, это поле. А ребята, основная команда, очень сильно помогли, потому что у нас были проблемы именно на этих позициях. 1-1. Этот счет, несмотря на обилие опасных моментов, сохранился до финального свистка судьи. После этого матча у Волжан в копилке 22 очка и пятая строчка в молодежном первенстве. Нижегородцы в еврозоне осталось только там же оказаться и основному составу. Но самое главное испытание у молодежного состава еще впереди. Владимиру Зиновьеву и его подопечным дан полный карт-бланш в Кубке России. Именно дубль отправится в Хабаровск, чтобы добыть путевку в 1-8 этого турнира. Если у Волжан из элитного дивизиона еще все впереди, белый-синий только подходит к экватору в чемпионате, то вот для Волги и олимпийцы сезон уже закончен. После трех поражений подряд нижегородские футболисты в последнем домашнем матче сезона горели желанием оправдаться в глазах своих болельщиков. Тем более соперник, очень даже подходящий, ульяновская Волга Дюсш. Команда с берегов Свияги умудрилась напропускать в этом сезоне аж 83 мяча, забив при этом всего 22. Как итог, последнее место в турнирной таблице. Нижегородцы этот матч начали активно и сумели сохранить игровое преимущество на протяжении всей игры. Волжане смогли забить два гола, на что ульяновцы ответили лишь одним точным ударом, ну а в концовке олимпийцы довели счет до крупного 3-1. Отличная концовка сезона. Мы начинаем больше вперед играть, как бы не сзади держим, а вперед больше идем. И вот за это три гола и получилось, хотя до этого не могли забить долго. Ребята, конечно, многие как-то вроде бы со школами, вроде там академии закончили, школы хорошие, футбол закончили. Но не тот футбол, который играет настоящий, например, там профессиональный футболист, который должен быть. Это мое такое видение. Очень много, конечно, на месте. Вот мы сейчас эту неделю, я всю неделю с ребятами работал. Очень много работали. Ну, конечно, для них, наверное, очень много информации было. У нас и просмотры игр были, и теоретические занятия, и практические занятия. Конечно, наверное, может быть, много так их перегрузил за эту неделю. И надеялся я, что две игры выиграю. Получилось все сегодня, и то тяжеловатенько выигрываю. После этого матча Волга-Олимпиец замкнула десятку лучших в активе белосиних 42 набранных очка. Ну, а с победой в турнире мы поздравляем наших земляков из Пешелани. Победителем третьего дивизиона России стала команда «Шахтер». Подопечные Андрея Плаксина набрали 74 очка, а в графе забитые мячи арзамасцам всего двух голов не хватило до сотни. Супер-турнир для виртуальных футболистов. Чемпионом вполне могла стать даже команда второго польского, ну или даже хорватского дивизионов. Главное, кто сидит за джойстиком. Участники турнира FIFA 2014 знакомились со своими противниками прямо на месте. Поэтому стратегию и тактику оппонента приходилось узнавать прямо во время футбольного поединка. Борьба проходила в режиме «быстрый матч». Продолжительность тайма всего 6 минут. Связано это с тем, что участников оказалось куда больше, чем было запланировано изначально. Игрок мог выбрать абсолютно любую команду, в том числе и национальные сборные. Так что увидеть матчи можно было от вполне реальных, вроде «Эль Классика», до фантастических, например, противостояния немецкой Баварии и сборной Испании. За Нижегородскую Волгу, к сожалению, играли единицы. Зато соперники белосиних были все как на подбор команды топ-уровня. Испанский «Реал», французский «ПСЖ». Все хотят просто в турнире победить, потому что призы достойные. Поэтому все выбирают грандов мирового футбола, у которых коэффициент и сила их команды в данной игре превосходят все остальные. Призы на этом турнире – это вообще отдельная тема. Пройти своего рода плей-офф длиною в десятки игр смогли только единицы. А финал, на мой взгляд, по зрелищности, нисколько не уступил финалу Лиги Чемпионов. Так что было с кем и за что бороться. Турнир в большей степени ориентирован на молодых болельщиков футбольного клуба «Волга». На школьников, на студентов, на тех, кто увлекается компьютерными играми. В качестве призов у нас выступают как атрибутика от футбольного клуба, билеты на матч, предстоящие с командой ЦСК, так и призов от наших партнеров. От электронной карты, это Xbox, приставки. И компьютерный клуб «Кейв» представляет нам свою площадку. Впереди у нижегородцев кубковый матч против Хабаровчана и 15-й тур российской футбольной премьер-лиги против московских армейцев. Не могли мы не спросить у бывшего игрока ЦСК Евгения Алдонина об этом поединке. Я напомню, 2 ноября в субботу в гости на нижегородский стадион «Локомотив» пожалует красно-синяя дружина. Вот об этом матче «Волга» ЦСК, о шансах обоих клубов мы поинтересовались у нынешнего полузащитника нижегородской команды. Мы играем дома, я думаю, что здесь тоже необходимо стараться добиться максимального результата. Я думаю, что здесь нет никаких авторитетов для нас, поэтому все ребята опытные, все сыграли уйму матчей на разном уровне, поэтому будем стараться играть предельно организованно и добиваться максимального результата. Вот такое мы запомнили эту неделю. Волжское дерби позади, впереди кубковый матч, а также поединок против московских армейцев. Пожелаем нашей команде только удачи и победы. Ну а я с вами расстаюсь ровно на 7 дней. Играйте в футбол, болейте за «Волгу», смотрите программу «Волга Тайм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова